Какие ошибки люди совершают в работе с голосом? Ошибка первая. Комплексная программа, много лишнего. Когда вы работаете с голосом, вы проходите и дыхание, и артикуляцию, и что только не проходите, и концентрацию внимания протяжной гласной, и работу с словами-паразитами. Все это очень утомляет, много лишнего. Никогда не помогает утомленность программы в работе с голосом. Как правило, когда вы работаете с речью, нужно работать потихоньку и вашим личным инструментом. Никакой комплекс вам не поможет преодолеть какую-то вашу конкретную проблему. Он лишь рассеет внимание. Избегайте понятия правильный голос, правильная речь. Высвобождайте свое личное, свои особенности. Заглядывайте внутрь себя, а не ищите правила извне. Правила снаружи, они, как правило, не имеют отношения к вам лично и сказаны не вашим языком. И это не всегда ваш путь к тому, чтобы достичь результата. Как говорят вокруг вас люди, так говорите и вы. Кто замечал, что схватывают у людей слова-паразиты? Поставьте цифру 3. Цифру 3 в чате. Да, я увижу. То же самое и с темпом речи. То же самое и с тембром. То же самое и с манерой говорить. Окружение от вас тоже схватывает. Но учтите, что если мы говорим о вас, как о центре вашего окружения, о вашем взгляде изнутри, то их много, а вы один. И они на вас имеют больше влияния, чем вы на них. Поэтому пересматривать свое окружение крайне важно, когда вы работаете с речью. Поэтому слушать нужно тех, у кого хочешь научиться. Совершенно верно. Первая подсказка. Когда мы с вами работаем с речью, нужно заиметь минимум 6 авторитетных голосов. Минимум 6. Которым вы стремитесь. Ни один, ни два. Иначе вы свалитесь в манеру. Свалитесь в манеру этого человека. Свалитесь в манеру.